Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Без общения страдает много сфер, которые надо контролировать, сплетни, настроения в коллективе, меньше неформальной, неофициальной информации. Как интроверту работать на руководящей должности? Смотрите, во-первых, почему вы решили, что вы интроверт, вы просто взяли и повесили на себя ярлык, в какой-то степени, мне не кажется, там, хорошей идеей, ну, вот, вешать на себя ярлык. Вот. Если вы где-то в чем-то испытываете неловкость, тревогу, неуверенность в себе, это все, в общем и целом, не про интроверцию. Это больше все про ваши некоторые конфликты, травмы, вот, видение себя, например, как вы себя видите, вот, допустим, что вы себя видите как интроверта, да, и так далее. То есть, как бы, вот, к самому, к самой интроверции, вряд ли это отношение имеет. Кроме того, будь вы, ну, в какой-то степени, в чистом виде интроверта, вот, вряд ли бы вы добились, собственно говоря, руководящей должности. Вот, поэтому я бы в этом смысле с вами бы не согласился в том, что вы интроверты, вот. Да, может быть, вы на самом деле нерешительны, может быть, у вас, ну, имеет место быть нерешительность, может быть, у вас имеет место быть, вот, ну, какие-то страхи, может быть, да, и так далее. Это правда, но, как бы, в аспекте того, что вы интроверт, именно разрешите, с вами не согласиться. Вот, чтобы ответить вам на вопрос относительно того, как руководить, да, вот, то я в первую очередь обратил бы внимание на то, как вы оказались на своей должности. Ведь вы же как-то совершенно очевидно на эту должность пришли. И если говорить о том, что вы вот как-то попали на эту должность, то я полагаю, что на это в первую очередь вам и нужно обратить свое внимание. Вот. Как я попал или попала, я, к сожалению, не знаю вашего пола, на эту должность, ну, вот, как и оказалось. А дальше, в общем-то, ситуация довольно неоднозначная. Дело в том, что вы в какой-то степени предлагаете бороться, там, со сплетнями, да, то есть вы говорите, что не получается контролировать сплетни, настроение в коллективе и меньше неформально-неофициальной информации. Вот я не очень понимаю, зачем контролировать сплетни и настроение в коллективе, потому что это добавит вам еще больше напряжения, это добавит вам еще больше ответственности, что вполне может привести к тому, что вам будет, ну, я бы сказал, тяжело. Вот. Поэтому против сплетен самый лучший способ себя вести, это быть собой, учиться быть собой, это против сплетен. Вот. Настроения коллектива меняются, ну, как бы, в зависимости от того, какой вы или какая вы, я опять же повторюсь, не знаю, какой, кто вы. Руководитель, вот. То есть в этом смысле, если вы руководитель, больше ориентированный, ну, допустим, на результат то это одно, если вы руководитель, который, который больше ориентирован на там, какую-то вот, ну, может быть, гуманную атмосферу в ну, в коллективе, да, это другое. Вот. Но так или иначе, я думаю, что анастранник в коллективе будет зависеть от этого, от того, какие действия в общем и целом вы совершаете. Вот. Как бы это будет зависеть от того, вот в каком направлении вы двигаетесь. Вот. Что вы выбираете в качестве своего приоритета. Вот. Вот как-то так я бы здесь сказал. Таким образом, совершенно очевидно, что у вас присутствует тревожность, у вас присутствует некоторая вот такая, я бы сказал, неуверенность в себе, неуверенность вот в своих силах, да, чувство угрозы и так далее. Вот. И, конечно же, вот исследовал бы я в первую очередь, наверное, данный аспект. Вот. то есть вы здесь почему-то вот говорите про Сталина, вот, типа говорят, что Сталин был интровертом, вот, как у него получилось, вот, об этом вы как-то вот сейчас и говорите. Вот, на мой взгляд, вы таким образом еще больше отдаляетесь от себя, вот, на мой взгляд, вы таким образом еще больше будете терять связь с собой, вот, и, соответственно, еще больше переживать и тяготиться. вообще-то вам желательно фокусироваться на своей работе, вот, ну, вообще-то. Вообще-то вам надо фокусироваться на своей работе, на том, что вы делаете, а не на вот вот этих моментах, которые вы приводите неофициально, неформально, там, неофициально, неформально информация, вот. То есть, тут мне кажется, вы вот немножко, ну, не в том направлении движетесь, вот, вы движетесь больше в невротическом направлении, вот. какая-то вот такая история, и, соответственно, нужно понимать, в первую очередь, в истории вашей жизни нужно знать, ну, и отдавать себе отсчет в том, какой вы человек, какой у вас опыт, ну, я имею ввиду, вообще жизненный опыт, вот, и уже вырабатывать, так скажем, стратегу, стратегу, чтобы вам помочь, вот. сейчас вы, на мой взгляд, подходите к этой ситуации максимально абстрактно, вот, сейчас мне кажется, что к этой ситуации вы подходите максимально кратко, вот, что решению проблемы вашей не способствует от слова совсем, вот, потому что если бы вы, вот, собственно, ну, написали бы, там, для чего вам это, зачем вам это, вот, почему вы решили, что, ну, что вы интроверт, да, и так далее, вот, то, в принципе, вам, ну, вам было бы больше шансов дать какую-то, ну, более, вот, более адекватную обратную связь, вот, сейчас, к сожалению, сделать это не представляется возможным именно ввиду отсутствия информации, информации о вас, вот, поэтому я бы здесь перестал бы искать ответы, вот, там, где вы ищете сейчас, да, вот, перестал бы искать какие-то легкие ответы, легкие решения, мне показалось, что, да, то, чего вы ищете, вот, и все-таки посмотрел бы больше на то, чтобы пойти на психотерапию и разобраться с своей тревожностью и учиться быть собой, вот, скажу вам, наверное, разве что по секрету, вот, что дела, ну, я имею ввиду, вот, ну, дела, задачи, решаются гораздо легче, когда их не контролируешь, вот, это проверено, вот, в, ну, в психотерапевтической практике, это проверено, это, работа, когда человек перестает контролировать, у него, ну, больше начинает получаться, у него больше появляется ресурса, он куда меньше, ну, тратит энергии и так далее, но этому нужно учиться, потому что самостоятельно вы, скорее всего, сделать это не сможете, вот, скорее всего, к этому, ну, не придете, не придете, скорее всего, к этому вы сами. вот, 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 наверное, такой ответ я бы мог вам сейчас дать, вот такой ответ я бы мог вам сейчас предложить с точки зрения психологии, с точки зрения, вот, психотерапии, с точки зрения опыта, который, условно говоря, у меня есть, да, и, с точки зрения своих, ценностей, которые у меня также присутствуют. Если вам моя, например, позиция близка, вот, то, милости прощу на психотерапию, выбирайте себе психолога, вот, начинайте работать, я думаю, что все получится. Желаю вам всего самого доброго, обращайтесь.